Добрый день, уважаемые дамы и господа! Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сейчас я выключу машину и заодно кондиционер. Чрезвычайно много вопросов по женскому здоровью, по мужскому здоровью. Сегодня я на них отвечу. Объясню, что к чему, зачем и почему, на что надо обращать внимание. Меня многие спрашивают, можно ли решить проблему генитального мекоплазмы. Генитальной мекоплазмы. Да, можно решить эту проблему. Да, действительно, это серьезная, очень серьезная проблема. Я считаю, что уже она касаемая миллионов людей. Итак, по поводу самого главного ответа, вернее, самого главного вашего вопроса. Дело все в том, что с генитальной мекоплазмой связано чрезвычайно много поражений именно сейчас. Это поражение цистит у женщин, это поражение простатит у мужчин, это поражение так называемый скинеид женский. Очень, кстати, многие женщины обращаются к урологам, гинекологам с проблемой, значит, выделения, зуд, жжение, боль при половом акте. Постоянная, я же говорю, боль, зуд, какие-то выделения чрезвычайно, так скажем, токсическим запахом. Постоянные боли внизу живота, повышение температуры тела, слабость, вялость, апатия. Ну, в общем, такая симптоматика, и им, ну, чаще всего по незнанию, по глупости, я бы сказал, ставят диагноз цистит. Ну и, соответственно, лечение проводят, как с циститом. На самом деле это не цистит, это именно скинеид. Скинеид, это так называемые железы скина воспаляются, или, как это не парадоксально звучит, но это и есть, это железы скина, это женская простата. Да, этот орган у женщин есть, очень многие об этом не знают, и, как я уже только что сказал, неправильно подходят к лечению, особенно заболевания, передающиеся половым путем, именно делает упор почему-то на циститах, хотя женская простата требует к себе внимания, требует не меньшего, я бы сказал, чем мужское знание, понимание вещей, которые происходят. Именно поэтому многие женщины не получают лечение, а зачастую просто-напросто процесс запускается, и женский простатит, по сути дела, переходит в очень тяжело текущую генерализированную форму, отсюда происходит вплоть до бесплодия и вплоть до возникновения рака. Когда ставят рак влагалище, когда ставят рак той же самой шейки матки, когда ставят рак груди, самый распространенный женский рак, а никому и в голову из, так сказать, пытающихся вас лечить онкологов не придет, что корни патологии, корни проблем надо искать как раз-таки в женском простатите, запущенной его форме, и воздействовать надо, естественно, на женскую простату, на так называемую железы скина. Это что касается женщин. Значит, еще раз повторяю, нет статистики по женскому простатиту. Да вообще многие, не то что женщины, многие врачи понятия не имеют, что есть такое заболевание, что есть такой орган у женщин простата, и что она точно так же, как мужской простатит, точно так же у женщин воспаление происходит. Так вот, согласно статистике по мужскому простатиту, более 80% мужчин в возрасте от 40 лет, ну, в возрасте около 40, скажем так, правильно, около 40 лет, уже имеют в той или иной форме хронический простатит. А теперь немножечко поразмышляем. Предположим, что, ну, хотя бы половина этих мужчин находятся в браке и имеют, естественно, регулярные сексуальные отношения со своими супругами. Как вы считаете, переходит ли бактериальная форма простатита вместе с микробами, которые неизбежно при половом контакте попадают во влагалище женщины? Переходят ли эти микробы к вам, милые дамы? Я думаю, что ответ тут настолько очевиден, что схожая ситуация, просто этой статистики нет. Но я думаю, что ситуация, ну, примерно точно такая же, как и у мужчин с женским простатитом. А мало того, что он может развиться у женщины как самостоятельное заболевание, и большая его часть, еще раз подчеркиваю, большая часть воспалений женской простаты передается именно половым путем и именно из заболевания мужской простаты. Муж заражает, грубо говоря. Поэтому бедная эта женщина может лечиться от цистита всю свою жизнь, не подозревая, что решение ее проблемы очень, как бы, близко. И если взяться скоренько, так сказать, за мужа и за жену, потому что, безусловно, в этом случае надо прорабатывать, прорабатывать, восстанавливать микробиомный фон, восстанавливать именно, чтобы убрать это бактериальное, вирусное заражение, то есть у простатита 100 лиц. По-любому надо браться и за мужчину, и за женщину. Второй момент, который я хотел бы осветить, тоже отвечая на ваши многочисленные вопросы. Очень много вопросов, связанных с долголетием. Есть ли такие программы? Да. Вот в скором времени я поеду в Крым. Многие знают, что я там буду строить реабилитационный центр, свой центр на своем, так сказать, участке. Ко мне будут приезжать люди, точно так же, как они сейчас приезжают ко мне в Ставрополь, точно так же будут приезжать в Крым. Почему в Крым? Коротко, потому что там будущее. Там очень множество условий для ускоренного излечения. Именно там я смогу реализовать свою программу 365 дней. Что это значит? Это значит, что человек, участвующий в этой программе, она постоянная. Вот человек обратился с какой-то проблемой, у него то же самое заболевание, например, тот же самый простатит, неважно, женский или мужской. Вопрос решили, человек говорит, да, я бы хотел или хотела постоянно быть, так сказать, под вашим контролем. Я не хотел бы или не хотела бы, чтобы в дальнейшем меня волновали какие-то вопросы, связанные с заболеванием, с сезонными заболеваниями, с вирусными какими-то инфекциями, с бактериальными инфекциями, не хотят люди, чтобы вообще, например, у них развивались какие-то хронические воспалительные заболевания, те же самые аутоиммунные заболевания. То есть люди хотят быть здоровыми, люди хотят быть, не хотят болеть. Именно для этого будет программа 365 дней, но об этом я скажу попозже. Так вот, простата, простата, это действительно второе сердце. Это действительно, это долголетие, это все для здоровья, как мужчины, так и женщины. Это ключевое условие. Без соблюдения правила здоровой простаты, как у женщин, так и у мужчин, просто-напросто, никогда в жизни не будет никакого долголетия. Это я вам вполне официально заявляю. На этом все. Скоро увидимся. Продолжение следует...